Надежда Мамаева, Академия темных властелинов. Автор сердечно благодарит Светлану за внимание к деталям, Максима за морковку, Ольгу за огранку и дорогих читателей за поддержку. Пролог. Проливной дождь пошел резко и стеной, Словно кто-то вспорол небесный бурдюк полной воды. Капли застучали по крышам, забарабанили по разлапистым листьям каштана, Начали отплясывать джигу на подоконнике распахнутого настиж окна второго этажа И поливать мужчину, цеплявшегося пальцами за самый край карниза. Вот только вероятность промочить суртюк насквозь волновала его меньше всего. Висевший был занят очень важным делом. Он подслушивал. А разговор в комнате, освещенный в этот ночной час тремя дюжинами свечей, Велся призанятный. Так значит, нужно отправить в бездну этих пятерых? Голос, характерный для курильщика хрипотцой, был спокоен и деловит. Да, и желательно, чтобы убийства были громкими и не оставляли сомнений, Что это именно не случайная смерть. Второй, наоборот, обладал приятным баритоном человека, Привыкшего не просто говорить, а заставлять собеседника слушать. «Хорошо, я передам ваши пожелания моему исполнителю», Усмехнулся любитель табака. «Надеюсь, он стоит тех денег, что я плачу. Даже не сомневайтесь, этот мастер — один из лучших в гильдии черных плащей». Порыв ветра заставил створку удариться об откос, И, черпанов в пригоршню капель, закинул их внутреннее тепло комнаты. «Позвольте закрыть окно, а то становится промозгло». В баритоне послышались сварливые нотки, А после этого характерные шаркающие шаги, словно говоривший хромал. Подслушавший разговор мужчина расцепил замерзшие практически до бесчувствия пальцы И полетел вниз, руководствуясь принципом «Лучше иметь сломанную ногу, чем не иметь на плечах головы». А то, что он ее лишится едва собеседникам в комнате, Станет известно, что у их разговора есть свидетель, было очевидно. Глава первая Нет хуже награды, чем похвала начальства. От того, что за ней чаще всего следует речь в духе «Ты молодец! Наш коллектив тобой гордится!» И «Соверши трудовой подвиг во благо начальства!» Я предпочла больстивым речам пополнение зарплатной карты, Но главбух посчитала иначе. Подойдя ко мне под конец рабочего дня, С миной анаконды, только что разбавившей свой пищевой рацион отборной крольчатиной, Она похвалила меня за отчет и расторопность, А потом положила на стол пухлую папку. Стопка счетов фактур за квартал. Елейным голоском мне сообщили, что Лейлочка, По совместительству невестка Джаконда Степановны, Как значилось полное имя нашего главбуха, приболела. А сверку итогов надо провести пренепременнейшим образом сегодня. Выдав эту ценную информацию, на меня уставились в упор. Дескать, попробуй, возрази. Я молча проглотила, лишь кивнув. Прописную истину «не нравится увольняйся» знает каждый, Кто хоть когда-то работал. Но пока зарплата все же удерживала, да и стаж был нужен. Не распахивали конторы гостеприимно двери перед вчерашними выпускницами, Впрочем, как и перед позавчерашними. Я даже усмехнулась. В двадцать не найдешь работу от того, что нет стажа. В тридцать потому, как уже есть маленькие дети, И часто будешь уходить на больничный. А то и в еще один декрет. В сорок уже не так расторопно. А в пятьдесят слишком большой багаж знаний, Который можешь задавить пламенный спич молодого директора. Из этого порочного цифрового круга Двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят Порой мне виделся единственный выход. Девяносто, шестьдесят, девяносто. При таких параметрах руководство зачастую закрывало глаза на все остальные, Как то квалификация, исполнительность, пунктуальность. Хотя был еще один карьерообразовательный способ, Но ради него терпеть такое свекровище, Как анаконда Джакондовна, Как за глаза называли начальницу офисные коллеги, Я бы ни за какие ковришки не согласилась. Часы продолжали свой бег. Офис пустел. Охранник любовно поглаживал сканворд, Периодически кося на меня глазом в открытую дверь. Я задерживалась. Основательно так. На столе стояло уже пять грязных кружек из-под кофе, Когда я с наслаждением потянулась и выключила монитор. Расквиталась. Лампочка моргнула. Скачок электричества, что ли? Вентиляции запели то ли застенчивые духи, То ли подгулявший мартовский ветер. Настенные часы показывали два часа ночи. Соблазн остаться на рабочем месте И прикорнуть на диванчике был велик, Но я решила, что лучше поспать на час меньше, Но на нормальной кровати, Чем скрючившись три погибели, А потом весь день хвататься за поясницу. Вызвала такси. Благо, съемная квартирка, Которую мы делили с подругой, Находилась недалеко от работы, В получасе езды. В ожидании смс-ки с номером машины Накинула на плечи плащ И, распрощавшись с охранником, Вышла из офиса. Коридор радовал глаз приглушенным светом. А вот тишина, Столь несвойственная зданию бизнес-центра, Наоборот, настораживала. Подойдя к лифту, По привычке, не задумываясь, Нажала кнопку вызова. Именно в это время мобильный пискнул. Я начала рыться в сумочке В поисках пиликалки, Когда створки лифта разъехались, Все так же копошась в недрах своего баула, Не глядя, шагнула вперед. Нога не нашла опоры, А силы земного притяжения напротив Никуда исчезать не собиралась. Оттого я с криком полетела В шахту лифта. Двенадцать этажей! Это много или мало? Пока сберешься по лестнице На высоченных шпильках, По ощущениям покоришь Эверест. За это время успеешь Проклясть и изверга архитектора, И свою работу, И лифтеров, Что никак не починит лифт. А вот если летишь вниз, Говорят, за миг до смерти Перед глазами проносится вся жизнь. То ли молва врет, То ли моя жизнь была Столь скучна и однообразна. Но передо мной пролетели Только тридцать метров бетона. Удар! Мое тело упало на чертову кабину, Которая так и не приехала. Она стояла на первом этаже, А внизу под ней Суетились ремонтники. Но все это я поняла Спустя несколько мгновений Безумной боли, Когда меня буквально вышибло Из собственного тела. Я висела над собой. Вернее, над тем, Что от меня осталось. Росы в веснушек на скулах Растекли сразу несколько шрамов. Рыжие волосы начали пропитываться кровью. Ноги были вывернуты Под недоестественным углом. Меня, теперешнюю, От меня привычной, живой, Отделяли всего лишь три секунды. Гребаные три секунды и один шаг. И телефон, На разбитом дисплее которого Красовалась издевательская смска. Такси выехало. Красное Рено. Номер А848 МК. Время ожидания Семь минут. Больше было некуда спешить. Мне. А вот ремонтники, Услышав удар, Засуетились. Полезли проверять. И тут я Лежу, Почиваю. Мужик в комбинзоне, Первым выброшився из шахты, Увидев мою неземную красоту, Побледнел до синевы. Эдак я соберу целую компанию Призрачных душ. Судя по тому, Как сей упитанный дядька Схватился за сердце И начал заваливаться, У него были все шансы Присоединиться ко мне. Вот это будет поворот судьбы. Собственной смертью Отомстила своим невольным убийцам. Истерический смех, Как выяснилось, Свойственен не только людям, Но и призракам. Только он был беззвучным. Случившееся выглядело столь абсурдным, Что я просто не могла в это поверить. Казалось, что это просто дурной сон, Что задремало на рабочем месте, Упало лицом на клавиатуру. Вот сейчас проснусь, Посмотрю на папку со счетами, И продолжу составлять отчет. Милый, любимый отчет. Ведь такого просто не могло случиться со мной. У второго рабочего нервы Оказались покрепче. Он подхватил своего напарника, Усадив его прямиком на пол И прислонив спиной к стене. А сам подошел к моему телу И прижал палец к шее, Затаив дыхание. Долго стоял. Минуты три. А потом обреченно бросил. Звони начальству. И в скорую. Пусть труповозку высылают. Это его труповозку Прозвучало так естественно и правдиво, Что захотелось заорать благим матом. Но тут из темного угла Раздался скрипучий голос. Ну что, убедилась, что окочурилась? Тогда пойдем со мной. Тень, еще мгновение назад Представлявшая собой Бесформенный сгусток тьмы, Сделала шаг вперед. И я увидела ее. Смерть. Она явилась, как и положено, С косой и в черном балахоне. Единственное, что выбивалось Из традиционного образа, Планшет, Который она держала В своих скрюченных пальцах. Идти куда-то с этой образиной Не хотелось. Оттого я поступила В лучших традициях Организаторов торгов. Начала тянуть время В надежде выгадать. А вы, простите, собственно, кто? Задала я самый нелепый Из всех вопросов, Что смогла придумать. Ведь известно, Чем глупее вопрос, Тем на него тяжелее ответить. Ну и души пошли. Как можно меня не узнать? Возмутилась смерть. Я для кого, спрашивается, Униформу надевала? Для кого Обязательную атрибутику брала? Она в сердцах Потрясла косой. Рабочий инструмент У Костлявый, к слову, Был даже с фирменным логотипом И надписью на обушке. Вот и все, ребята. Нет, не признала. Стараясь, чтобы голос звучал смущенно, Ответила я и добавила, Отыгрывая альтернативно Одаренную девицу, Так вы все-таки кто? Смерть твоя, Выплюнула капюшонистая старуха Со злостью. За тобой пришла. А точно за мной, Заелозила я, Как кот после лотка. Старуха начала терять терпение. Да за тобой! За кем же еще-то? Ну вот там дядечке еще плохо. Протянула я в ответ, Указывая на несчастного, Который не подозревал, Что на него сейчас в упор Уставила смерть. Она глянула на ремонтника, Которого я ей усиленно сватала, А потом начала тыкать в планшете. Нет, этот у нас по распределению Пойдет только через двенадцать лет. А то, что он за сердце схватился, Ерунда. У него повестка на ноябрь Две тысячи тридцать первого года стоит. Повестка? Удивилась я судорожно вспоминаю. А не приходила ли мне Такого рода листовочка? Вдруг я что-то упустила? Ну да, Как о чем-то само собой разумеющемся Ответила смерть. Микроинфаркт. М-да, Вот тебе и повестка. Так ты пойдешь со мной или нет? Устало протянула смерть. Я решила, что если спрашивают, Значит, есть вариант отказаться. В противном случае Со мной бы не церемонились. А если нет? Тогда останешься призраком. Через век приду, За тобой опять. Спросить, Не передумала ли? И столько тоски было в ее голосе, Что я решила уточнить. А что в этом такого? Ну, поброжу немного среди живых. Мне, может, на тот свет жутко не хочется. А мне из-за тебя премии лишаться не хочется, Выдала смерть. У меня, может, на участке привидений и так полно. А ты мне своим не хочу, И вовсе лимит превышаешь. А потом куда-то в сторону добавила. Эх, развели тут политику добровольного согласия. Не то, что раньше. Так оставили бы меня в живых, Начала я ее уговаривать В лучших традициях одесских иммигрантов. И вам же лучше, и мне радость. Сейчас я была согласна на любую жизнь. Пусть с удуродованным лицом, Пусть на костылях. Не могу. У меня на тебя обязательная разнарядка На сегодня стоит. Видишь? И развернула экран планшета ко мне. Действительно. Там, напротив моих имени и фамилии, Значилась сегодняшняя дата и пометка Забрать. Но тут на экран выпало сообщение С маркером срочно. Ой, а у вас там? Начала была я, Но смерть уже и сама повернула к себе дисплей. Прочитав сообщение, Не удержалась от комментария. Опять это суицидное. Сказала же я еще в тот раз. Твое время пока не пришло. Так нет же. Она опять за свое. А что такого? Лишь из чувства противоречия Решила я возразить своей собеседнице. Ну, захотел человек умереть. Вот где все эти ваши хотелки. Смит провела ребром в ладони там, Где у людей обычно начинается шея. Одна умирать не хочет, Вторая на тот свет рвется. А у меня в одном мире лимит, Того и гляди, превышен будет. А во втором перевыполнение плана. Что такое перевыполнение плана, Я знала хорошо. Это сначала ты передави, Ко-молодец. Как же, Сделал больше нормы. Начальство тебе за это похвалит. Зато в следующий квартал Впаяет новые показатели нормативов. Выросшие аккуратно столько, Насколько ты этот самый план Умудрилась перевыполнить. Сочувствую, Сдуру ляпнула я. Смерть презрительно протянула. Сочувствует она. А раз так, Пошли со мной. Уговариваю вас тут еще. Одно слово, молодежь. Вот старики, Даже не спрашивают меня, Кто такая, Да зачем. Сразу узнают И идут, куда скажу. И тут я вспомнила, Как наша Джаконда Степановна Умудрилась виртуозно Мухлевать с отчетами. Так мастерски Тасую цифры для налоговой, Что и не подкопаешься. У нее щебенка Могла проходить По цене мраморной крошки Второй категории. А бригада из пяти человек Возвести монолитку За полгода. И как не бились Проверяющие головой Об эти папки с документацией, Доказать мухлеж не могли. А может, мы местами поменяемся С этой вашей суицидницей, Раз ей так хочется Прокатиться в лодке по стиксу. Я не против уступить ей свое место. Внесла я предложение. Ты на что меня толкаешь? Это же подлог, Возмутилась смерть. Подлог — это когда насовсем, А у вас производство Бесперебойное, поточное. Рано или поздно, Даже при обмене телами, Я к вам попаду. А так, у вас статистика в норме. Опять же, премия Начала соблазнять я, Лихорадочно вспоминая, Что еще успела сообщить мне Во время нашего разговора смерть. Она в задумчивости Побарабанила пальцами по планшету И, наконец, выдала. Говоришь, сильно жить хочешь? Очень! Горячо заверила я. Ну, смотри, сама напросилась. С этими словами Костлявая приблизилась И откинула капюшон. На меня уставились глаза С самой бездны. А потом старуха Раззявила беззубый рот И начала втягивать воздух. А вместе с ним и меня. Меня закрутило, Как в водовороте, Черном, Обжигающе холодном, Пропитанном болью И ощущением безнадежности. А когда выплюнула, Я оказалась висящей Под потолком Какой-то коморки. Внизу на постели Лежала молодая девушка Простоволосая, В ночной сорочке, Молоденькая совсем. На вид лет восемнадцать, Не больше. Правильные черты лица, Чуть пухлые губы, Смуглая кожа, Лебяжья шея. На шее Уродливым клеймом Красовался след от удавки. И спрашиваться, Что ей на свете не живется? Ни уродина, Ни калека, Ни старуха. Смерть же, У которой эта девушка, Видимо, была постоянной клиенткой, Стукнула косовищем о пол, Отчего дух, Суицидница, Отделился от тела. Рейнара Эрлис, Твоя душа все так же настойчиво Хочет покинуть этот бренный мир. Наблюдая эту сцену, Я сначала слегка удивилась В формулировке вопроса, А потом поняла, Что он как нельзя точнее Отражает суть происходящего. Да, Покидает этот мир Именно дух девушки, А тело остается В мое пользование. Да, Все целы И полностью. Пылкий ответ Полупрозрачной девы Оказался в духе Юношеского максимализма. Эфемерная суицидница Так и не заметила меня Притаившуюся в углу. Все ее внимание Было поглощено смертью, Которая что-то набирала У себя на планшете. Ну, Раз ты так просишь, Пошли, И костлявая Протянула руку Мятежной душе. Полупрозрачная Точеная кисть Коснулась скрюченных пальцев, И они обе исчезли. Просто растворились В воздухе. Я осталась Наедине с телом. И как прикажете быть, Хоть бы инструкцию Оставили, что ли, Или на путстве В двух словах. Пометуя о том, Что мозг Может продержаться Без кислорода Не более пяти минут, А потом наступает некроз, Не стала терять Времени даром. Подлетела к телу, Дрыгаясь, Как космонад В невесомости, И попыталась Улечься на него. А вось Удастся Воссоединить Душу и тело. Но то ли душа У меня была Шибко грешная И тяжелая, То ли плотность Этого тщедушного Тельца Подкачала. В общем, Я позорно Провалилась Сквозь него На пол. А оттуда У меня были Все шансы Улететь И на нижний этаж. Но вовремя Затрепыхалась, Затормозила И пошла На второй заход, Повторяя Как мантру Фразу, Которая бы Идеально Подошла И патенту, Попавшему В публичный дом. Сейчас у меня Получится, Все получится. Увы, И на этот раз Ничего не вышло. Определенно Я делала Что-то не так. Но что? В голову Залезай, Дурында! Раздался Приглушенный Старческий смех. Как говорила Моя бабка Софа, Умными советами Разбрасываются Только дураки. Правда, Она имела В виду, Что дают Эти самые Ценные указания. Чаще всего Люди Недалекие. А вот От истинного Душой еврея Дельного совета За просто так Не получишь. Но отчего-то Окружающие Считали, Что она Подразумевает, Нужно Следовать Тому, Что умный Человек Толкует, А не Отбрасывать Его совет. И хотя Я чаще всего Была согласна С трактовкой Бабули, Сейчас все же Решила Не пренебрегать Напутствием Смерти И ввинтилась В голову Той, Кому жизнь Оказалась Не мила. Гамма Ощущение, Что я сразу же Испытала, Была далека От приятной. Горло Жгло, Тело Ломило, На грудь Словно булыжник Положили. Руки болели, Ноги сводила Судорога. И это было здорово, Потому что Означалось Я снова жива. Захотелось Рассмеяться, Но изнутри Вырвался То ли Всхлип, То ли Стон, А шею Словно Обвил Раскаленный Железный Хомут. В коридоре Послышался Звук Шаркающих Шагов. Дверь Со скрипом Приоткрылась И сварливый Женский Голос Произнес, А, Очнулась Такие. Слова Звучали Как-то Странно, Но суть Сказанного Я поняла. В ушах Почудился Шепот Костлявый. Ты упорная, Я таких Люблю. Оттого Лично От меня Тебе Два Подарка, И этот Первый. Что за этот До меня Дошло Не сразу, А когда Поняла, Что подразумевалась Способность Понимать Местную Речь. Захотелось Спросить, Кто собой Представляет Второй? Рекомендательное Письмо? Или Сифирис Крови Этой Рейнары? У Черного Лохоницы Хватит Чувства Юмора На Оба Варианта. Попыталась Озвучить Свои Мысли, Но Удалось Лишь Прошипеть На Манер Гадюки. Что Ты На Больше Меня Не Хватило. Зашедшая В палату Женщина, Решив, Что я Обращаюсь К ней, Оживилась. А я Думала, Что наутро За некромантом Придется Посылать, Чтобы Значит, Сосотворил Заклинание. По тебе Духовнику Жумолитв Читать Нельзя, Самоубийца Как-никак, А ты, Глядишь, Выжила, И чего, Спрашивается, В петлю-то Лезла? Или Решила, В тот раз С утоплением С хрипом Кашлем. Вот-вот, В следующий раз Умнее будешь, Прокомментировала Мои терзания Посетительница. Это она На что Сейчас намекала? На новую попытку? Дескать, Подумай, Яд-то он вернее, И шея после него Не болит. Где я? Прошипела, Сделав Неимоверные усилия. Там же, Где я В первый раз Была, В целильне Святой Себастьяны. В воспаленном Мозгу Пронеслось Некромант, Целильня. Похоже, Я попала Значительно Дальше, Чем ожидала. А еще Запоздала Закралась Мысль. Почему Юная девушка Так упорно Пыталась Умереть? Не из-за того же, Что туфельки С новым платьем Не сочетаются? Когда Судьба Вырывает Из привычной Жизни И кидает В неизвестность, Есть три пути. Эволюционировать, Мимикрировать, Слившись со средой, Или умереть. Последнее Я пережила Совсем недавно. И повторять Подвиг на бис Не хотелось. Первое было Весьма проблематично В сжатые сроки. Оттого Я решила Прикинуться Шлангом И не отсвечивать. А для Пущей убедительности Сделала вид, Что лишилась Памяти. Ну и части Мозгов заодно. Ведь с Альтернативно Отдаренных Не только У них Расплеснула Может, Может, Но так и лучше Все. Начала То ли проверять, Нет ли у меня Жара, То ли убирать Мокрые пряди Счела. Под эти Ахи, Вздохи Мое сознание Медленно, Но верно Начало Уплывать И я Провалилась То ли в бред, То ли в сон. Второе Пробуждение Оказалось Куда удачнее Первого. Хотя бы Не выворачивала Наизнанку. А боль в теле Была хоть и ощутимой, Но вполне терпимой. Вот только шею Все так же Немилосердно Соднило. Первое, Что я увидела, Медленно открыв глаза, Беленый потолок. Кривенько Так беленый, Причем Не единожды. С явными Следами Мозков Свежей Извездки По точно Такой же, Но почерневшей То ли от сырости, То ли от копоти. Стены С облупившейся краской, Рассохшуюся Оконную раму Стрельчатого окна, Занавеску, Знававшую Свою юность Как минимум Полвека назад. А еще Наличествовали Предметы, Явно намекавшие На то, Что сия обитель Сочетает в себе Не только Гостинную, Спальню и Трапезную, Но и ванную. У стенки Скромненько Квартировал Рукомойник. Перевела взгляд И поняла, Что недооценила Степень удобства Люкса. Не только Рукомойник, А полноценный Санузел. Недалеко от кровати Гордо стоял Ночной горшок С замызганной Крышечкой, Зато розовый. А справа От моего ложа Находилась Вполне себе Приличная тумба Из цельного Дерева Лакированного. На контрасте С этим Единственным Приличным Элементом Интерьера Все остальное Выглядело Еще более Убого И затрапезно. Глиняная Кружка с водой, Две заколки, Потрепанные То ли тетрадь В кожаном Переплете, То ли ежедневник. Стало любопытно, Смогу ли я Что-то прочесть, Раз уж Местную речь Понимаю. Да, Совать нос Чужие вещи Нехорошо, Но мне Позарез Нужно знать Хоть что-то, Чтобы суметь Сориентироваться. Трясущейся Рукой Взяла Книженцию Ни названия, Ни надписи, Лишь на Потертой Коричневой Коже, Словно Выжженная Тонкой Раскаленной Иглой Монограмма Пациенту В окружении Вязи Положила Перед собой Находку И попыталась Открыть. Книга Перевернулась Целиком На манер монолита. Создалось ощущение, Что все страницы Разом склеились. Занятно. Может, Я не рассмотрела Защелки? Пригляделась. Да вроде нет. Взгляд блуждал По коричневой Коже, По книжному Корешку, А потом Случайно Упал на запястье. Смуглая, Тонкая И С татуировкой, Точно Повторяющей Монограмму На обложке. Сначала Я испугалась. Если Вещие Люди Имеют Одинаковые Метки, Словно И я И книга Принадлежим Кому-то Одному. В районе Желудка Появился Ледяной Комок. Заставила Себя Глубоко Вздохнуть И медленно Выдохнуть. Запаниковать Я всегда Успею, Как и Впасть В уныние. А пока Есть время, Нужно Подумать. Машинально Положила Руку На Книженцию, Отчего Рисунки Соприкоснулись. Легкое Тепло Пробежало По Предплечью. Уставилась На свою Находку, Которая Вроде Даже Как бы Попухлела, И решила Попробовать Еще раз. На этот раз Страницы Не слепались И даже Наоборот. Услужливо Распахнулись В середине. Бисерный Явно Женский Подчерк Вел Диалог С бумагой. Двадцать Второе Цветня Пяти тысяча Девятьсот Сорок Седьмого Года. Дорогой Дневник. Лишь Тебе Я могу Рассказать О нем. Таком Чудесном, Красивом И Замечательном. Я Видела Его Только Сегодня И поняла Влюбилась. Сегодня В наш Городок Приехал Отряд По Зачистке. Мы С Сареей И другими Девчонками Из гимназии Ради Такого Решили Сбежать Суроков И Не Зря. Весь Наш Городок Собрался Чтобы Встречать Спасателей Которые Должны Избавить Честных Жителей От Кладбищенской Напасти. Я Читала Откровения Молодой Девушки Впервые Влюбившейся Даже Не Обращая Внимания На То, Что Строки Написаны Явно Не Кириллицей Мозг Лишь Машинально Отметил Скорее Всего Механические Навыки Тела Коим Относятся Чтение Езда На Велосипеде Умение Плавать Они Не Зависят От Души И Достались Мне В Наследство От Предыдущей Владелицы Сейчас Меня Гораздо Больше Интересовала Жизнь Некой Рейнары Эрглис Знание Необходимо Как Воздух Иначе Я Очень Скоро Окажусь Либо В сумасшедшем Добе Либо На Приеме Ээкзорциста Это Уж Какую Методику Лечения В данном Мире Практикуют А Чтение С каждой Страницей Становилось Все Занимательнее Некий Темный Эрвин Торрен Да-да Именно Так Она И писала С заглавной Буквой Все Три Слова Походе Покорил Сердце Юмной Гимназистки Сначала Думала Что Темный Это Масть Вроде Блондина Или Шатена Но Дальше Проскользнуло Упоминание О его Волосах Цвета Золота Потом Решила Что Это Прозвище Подобное Хромому Дику Или Пьянчу Гитому Но Как Позже Выяснилось Это Была Принадлежность К виду Магии Так Вот Этот Блондинчик Как я Про себя Окрестила Этого Эрвина Стал Навязчивой Исти с ним Ночь На Что Рассчитывала Я Вначале Не поняла Пока Не дошла До строк Я думала Что Он Как Честный И Порядочный Человек После Всего Что Между Нами Было Женится На Мне Иначе Мое Имя По Его Вине Покроется Позором О чем И сообщила Эрвину Наутро А он Он Лишь Посмеялся Сказав Что Это Я К Нему Пришла Что Это Еще Неизвестно Чья Честь Пострадала Больше Мне Ничего Другого Не Оставалось Как Рассказать О По Всем Отцу Надежде Что Батюшка Найдет Управу И Может Уже К Вечеру Я Стану Носить Фамилию Торон Дальше Чернила Расплывались Видимо Хозяйка Больше Плакала Чем Водила Пером По Бумаге Но Общий Смысл Понять Удалось Папочка Вместо Того Чтобы Молчать Попер На Залетного Молодчика Как Бык На Красные Жигули Не Подозревая Что Машина Вещь Хотя И Не Очень Прочная Зато Бегать На Своих Покрышках Может Гораздо Быстрее Чем Парнокопытная Зверюга В итоге К вечеру Отряд По Этой Самой Таинственной Зачистке Уехал Я же Больше Всего Сожалела О том Что Дневник Юной Барышни В период Полового Созревания Это Вам Не Отчет Где Все Сухо И По Делу Тут В основном Рэй Изливала Свои Чувства И Впечатления Так И Не Поняла Что За Зачистка Кого Они Почистили Ясно Что Не Ковры А Вот Рэй Осталась Как И Слух О том Что Дочка Одного Из Уважаемых Пусть И Небогатых Семей С Города Больше И Не Девица Никакая Вовсе Сплетня Полилась По ушам И Закоулком Обрастая Все Новыми Подробностями Отец Краснел За Дочурку Хмурился Грозил Монастырем Ну Именно Что Грозил Пуская Пар У Меня Даже Закралась Мысль Что Не Иначе Сам По Юности Был Грешен Зато Маменька Этейрей Развернулась Вовсю Как И Младшей Сестренке Которым Выходка Старшей Грозила Почетным Статусом Старых Дев А Кто Посватается К тем Чья Старшая Сестра Честь Не Блюла Вот Если Бы Их Приданное Не Уменьшилось В паре Тройки Чемоданов А Выражалось В дюжины Заводов Мануфактур Тогда Другой Калинкор А Так А Трейнары Отвернулись И подруги Посчитав Что Приятельские Отношения С блудницей Могут Бросить Тень На Их Репутацию День Ото Дня Записи Девушки Становились Все Мрачнее Маленький Городок Строгие Нравы Семья Где Мнение Окружающих И Приличие Ценится Выше Чувств Родных Выслушай Хоть Кто-то Глупую Девчонку Которой Лишь Недавно Стукнула Восемнадцать Не Стала Она Топиться Из-за Своей Несчастной Любви Разочарования В идеале И Осуждения Толпы Невольно Сравнила Эту Самую Рей С собой У Меня В Анамнезе Когда-то Тоже Значилось Это Первое И Как Тогда Казалось Взаимные Чувства Но Как Говорится Чем Печальнее Первая Влюбленность Чем Она Больнее Тем Больше Ценишь Истинную Любовь Не Спутаешь Ее Со Страстью Или Поклонением У Рей Это Была Именно Влюбленность И С самого Начала Стало Понятно Что Безответная Из Описания Ее Кумира Выходило Что Этому Эрвину Около Двадцати Семи Он Красив Умен Имеет Титул И Деньги А Для Полного Счастья Ему Не Хватало Лишь Одного Обручального Браслета Над Последним Я Мысленно Хмыкнула Увы С девушкой Не оказалось Рядом Никого Кто Б Ей Это Объяснил Как В свое Время Мне Мама Когда Увидела Дочь Заплаканной А Надо Было Сесть Обнять И Выслушать Ничего Не Говорить Просто Быть Рядом Молчаливая Поддержка Порой Действует Лучше Самых Умных Слов Когда В голове Ума Еще Не Отсбежать Но Если Одни Предпочитают Вояж По Миру То Другие К Про Отцам Рейне Иначе Из Чувства Вот Умру И Вы Все Будете Плакать Я Была Хорошая А Вы Не Ценили Решила Воплотить В Жизнь Второй Вариант Первый Заход Закончился Неудачей Утонуть В пруду А Плавать Как Оказалось Девица Не Умела Потому Что Старалась Даже Камень На Шею Привязала Сигая С мостков Наглоталась Знатно До Остановки Дыхания И Встретилась С Костлявой В первый Раз Та Знамо Дела Дала Ей Отворот Поворот А Еще В качестве Комплимента От Шеф-повара Пендель Для Ускорения Реабилитации То Бишь Зажили На Недоутопленнице Все ссадины Как На Собаке И Даже Воспаление Легких Хрей Не Подхватила Хотя Вода В пруду Была Не Чита Парному Молоку Потом На Рандеву С Костлявой Девица Набивалась При помощи Укуса Ядовитого Паука Как Ей Самой Казалось Мне же Отекшая Гортань И Пятна По Всему Телу Больше Напоминали Описание Симптопов Анафолитического Шока А Рисунок Паука Крестовика Переростка На одной Из страниц Дневника И вовсе Уверил В правильности Догадки Портрет Представителя Членистоногих С печальной Подписью Несостоявшийся Убийца Занимал Целый Разворот Дальше По чистой Случайности Шла Взбесившаяся Под девушкой Лошадь Думается Что при Третьей Встрече Костлявая Поставила Напротив Рэй Пометку Постоянный Клиент И вот Сейчас Петля Не Оставалось Несколько Страниц Когда в коридоре Послышались Голоса Один Той самой Ночной Визитерши Второй Тегоричная И неприязненная Сопрано Едва Успела Спрятать Дневник Как дверь Отворилась Уже Пришла В себя Бросила С порога Сухая Чопорная Женщина Даже Покончить С собой Нормально Не можешь Все В ее Облике И тонкие Поджатые Губы И неестественная Прямая Осанка И черная Вуалетка Траурная И строгое Платье В пол В стиле Марии Складовской Кюри Меркла По сравнению С улюидами Презрения Которые Она излучала Так же Убийственно И беспрестанно Как кусок Полония Бета Чистить А вы Собственно Кто будете Осведомилась Я Старательно Скрывая Что каждое Слово Для меня Как нож В горле Как кто Твоя родная Мать С такой Матушкой Врагов Не надо Успела Промелькнуть В голове Прежде чем Я услышала И раз уж Ты очнулась Собирайся Отныне Ты больше Не будешь Выставлять Нашу семью На посмещище Отец Оплатил Взнос Чтобы тебя Приняли В обитель Святой Мученица Зезеллы Как послушницу Из всего Сказанного Я поняла Только одно В секту Не пойду А как иначе Назвать монастырь Где есть Членский взнос Я не для того Вела переговоры Со смертью Чтобы остаток Жизни Коротать в монастырских стенах Опустила взгляд На одеяло Если месть Дитя злости А изворотливость Сестра жажды жизни То сейчас В моей душе Эти родственницы Собирались На срочный Семейный совет Мозг Лихорадочно Соображал Притвориться Что лишилось чувств Трюк бы сработал Но только Не в лечебнице Где симулянток Раскрывают на раз Сопротивляться Не факт Что я на ногах Смогу устоять Не то что Наокутировать Эту маман А что если Лучшая ложь Полуправда Судя по тону Этой добросердечной Родительницы Она привыкла К беспрекословному Подчинению Такая если скажет Лети Разрешается лишь Уточнить На какой высоте Да Да Конечно Я постаралась Придать голосу Как можно больше Кротости и смирения Добавив Как скажете Маменька Последние слова Выдавила из себя Как хирург Гной из фурункула Не жалея больного Пусть горло Жгло Главное Чтобы интонация Не подкачала Правда Взгляд от одеяла Все же не отрывала Боялась Что глаза мои Могут выдать Мои истины Исключительно Членовредительские чувства В хорошей постановке За репликой Должно идти действие Так например За восклицанием Бедный Йорик Лапзание черепа Из папье-маше После легендарного К нам едет ревизор Тараканье бега И уничтожение Двойной бухгалтерии В индийском фильме За ритуальной фразой Ты моя сестра У тебя такая же родинка На щеке Танец всех со слонами Или на слоне Или вместо слона Я решила последовать Советам Станиславского Из Эйнштейна И Хичкока Посему медленно Откинула одеяло И начала вставать Демонстрируя Всем своим видом Согласие С уготованной мне участью Поживее Поторопила маман А я Когда начала вставать Уже поняла Что все же сумея Вытянуть роль Обморочной барышни Может быть даже на Оскар Перед глазами Замельтешили черные точки А голова Натурально закружилась Но упорство Мое второе имя Правда Бабка Софа Называла Эту черту характера Упертостью Когда со мной проще Либо согласиться Либо пришибить Я сделал еще шаг В лучших традициях Осла Которому Если что Втемяшиться в голову То фиг перешибешь Даже лопатой Промеж ушей Зато перед взором Стало уже совсем черно Я полетела Навстречу К половицам Радостно Поприветствовавшим Меня гулким стуком Последнее Что услышала Перед тем Как сознание Окончательно Померкло Была фраза Родительницы Напоите ее Тонизирующим Зельем Чтобы не умерла По дороге Пришла в себя От того Что меня тащили Шустро И особо Не церемонясь С обеих сторон Подмышки Держали Два дюжих То ли санитара То ли вышибалы Что иногда Одно И то же Ик Приветственно Выдала я На меня Скрестились Сразу два Суровых взгляда Молчу Молчу Заверила я Пожимая плечами Хотя Когда тебя Тащат На манер Пропойцы Так что Ноги Волочатся По полу Это сделать Весьма Проблематично О том Что я и сама Уже в состоянии Переставлять Ходилки Не стоило И заикаться Может Этим Архаровцам Нравится Тяжести Вот так Тягать Тогда Не буду Лишать Их Возможности Приятно Провести Время Я же С интересом Туриста Впервые Попавшего В Лувр Начала Вертеть Головой Впереди Маячила Спина Как я понимаю Родительницы Бодро Цокающей По гулкому Коридору Последний К слову Достаточно Широкий И не Обшарпанный Не чита Моей Палате На стенах Красовались Джентльменов В сюртюках И камерные В домашних Шлафроках От созерцания Одежды На картинах Перешла К наряду Собственному Меня переодели И судя по всему Не родительница Она бы наверняка Подавилась Своим презрением И гордыней Натягивая На непутевую Дщерь Платье Скорее всего Облачила Меня Та лекарка Которую Я видела Ночью Темно-зеленое Поплиновое Платье Мелкий рубчик С глухим воротом Застегнутая Кое-как По ощущениям На мне сейчас Наличествовали Еще и пара Юбок С панталонами Башмаки Так и норовили Слететь с ног А смоляная Прядь Выбившаяся Из косы Перекинутой Через мое Правое плечо Постоянно Падала на лоб Впереди Показалась дверь Маман Решительно Ее распахнула И по глазам Резанул Яркий Солнечный Свет Мой Почетный Экскорт Не сбавляя Шага Прокуренным Допеченок Голосом Если понял Что переспрашиваешь Дурень Гаркнула Маман Да ктого Уточнить Чтоб значит Накладочек Не было Пошевеливайся Летела из окошка Чересчур дотошному Местному Водили Колеса Заскрепели Месят Воровую Грязь Я поняла Вот он Мой Единственный Шанс Чего Смотришь На меня Своими Бестыжими Глазами Только и Успела Сказать Матушка Карету Тряханула На очередной Выбоине Я полетела Вперед Выставляя Локоть Сил у меня Недокоматозницы Было не больше Чем у Кутенка Зато Острый Локоть Помноженный На массу Тело И толчок От ухаба Сделал Своё Дело Маман Подавилась Криком И засипела Ощущая Все прелести У душья Когда мы Учили Школе Нам повезло С обыжешником А вот ему С нами Не очень Класс Которым 23 девчонки И 4 пацана А учитель Человек военный Хоть и в отставке Ему нам Про самооборону Вещать Про поведение С террористом Про то Как вести Задушевные беседы С маньяком Решит тот Напасть Про первую помощь А мы 23 языка Стые заразы На одном из уроков Помню Он плюнул И в сердцах Сказанул Со своим дивным Украинским акцентом Если вас Хотят изнасиловать Спросите Возьмет ли Этидзлызень Петюкастый Воспосле сделанного Жинки Насчет намерения Не факт Что передумает Но пара секунд Форы Пока он соображает У вас будет На вопрос А как же Приемы самообороны Военрук заявил Что самая лучшая Женская самооборона Это быстрые Длинные ноги Которыми надо Шустро передвигать В противоположном От нападающего Направлении Но все же Под конец урока Он тогда Расщедрился На демонстрацию Захват кисти Залом под углом То, что могла При определенной удаче Повторить любая Из школьниц Наберись она смелости Помнится, мы тогда Смеялись над Пашкой Который После внедрения Одноклассницы Любкой Теоретических знаний В жизнь Стоял в раскоряку Оттопырив руку И краснее До сего момента Этот эпизод Мне казался Забавным кадром Из давнего Школьнего прошлого Но вот сейчас Я подошла К заплесневевшим Знаниям С серьезностью Шлимана Раскопавшего Таки Одну из стен Трое А еще с верой Что все Должно Получиться Обхватила рукой Большой палец Маман Резко дернула И выгнула Назад Глаза противницы Округлились Зрачки Моментально расширились От боли Но крикнуть Она не могла Не позволяла Сдавленное горло Усилила натиск Наблюдая Как лицо Напротив Из пунцового Становится Бледным А потом И вовсе Чуть синеватым Убрала локоть И освободившись Рукой Стянула Со своего платья Пояс Кисть из захвата Так и не выпустила Справедливо Опасаясь Что пока Лишь завеса боли Не дает Родительнице Сопротивляться Когда вязала Узел Стягивая запястья Мои руки Ощутимо дрожали А ведь нужен Еще и кляп Это полуобморочное Сейчас оклемается И заголосит На всю карету Взгляд Зашарил По экипажу Моему платью И одежде Матушки В поисках Подходящей затычки Кружеву На шикарном Съемном Воротнике Было жаль Искусная работа Тонкое Невесомое Плетение Поражало Своей красотой И мастерством Рукодельница Что его плела Судя по телодвижениям Пришедший в себя Маман Ей тоже не понравилось То Что столь Изящную Вещицу Ее туалета Использовали По весьма Интригующему Воображению Любители БДСМ Назначению Она отчаянно Мычала Выражая Протест Но свое время Родительница Безвозвратно Упустила Оттого И осталось Жевать Кружево Которое Было В этом Качестве Еще и Весьма Питательным Крахмала Прачки Не пожалели Со связанными Руками Теперь уже Она зыркала На меня Злобным взглядом Я же Заприметила Холщовую Котонку Которая Скромно Притулилась Под скамейкой То Что надо Когда Карета Остановилась У ворот Я уже Была готова Решительно Распахнула Дверцу Не дожидаясь Возничего Едва Увидев Что к экипажу Спешит Дородная Дама В балахоне Я лишь Склонила Голову В знак Приветствия Стараясь Подражать Чопорной Леди Леса Онния Я так рада Что вы Все же Решили Поместить Свою дочь В нашу Обитель Возможно Разом Ее уже Не спасти Но за душу Мы обещаем Бороться Толстуха Скрестила Руки На груди Что наверное Должно Было Символизировать Светлые Помыслы И альтруизм По отношению К ближнему Я лишь Криво Усмехнулась Про себя Неприкрытая Патока Лести И то Легче Усваивается Тем временем То ли Монахиня То ли Превратница Местной Дурки Пыталась Рассмотреть Меня Через Вуалетку Предусмотрительно Поднятый Воротник Закрывал Нижнюю Часть Моего Лица А Начала Была Она Я Бесцеремонно Перебила Памятуя Что проще Всего Избежать Неудобных Вопросов Взяв Инициативу На себя У вас Есть Кто-нибудь Кто смог Безобрать Мою Дочь Она Упорствовала Во грехе Оттого Сейчас Не совсем Способна Сама Идти Конечно Конечно Засуетилась Сутанница Оборачиваясь Измахом Руки Подзывая Помощника Из глубины Двора К нам Тут же Двинулся Мужик Все-таки Не монастырь А нечто Среднее Между Богодельной И дурдомом Только с Духовниками Вместо Аниматоров Определила Для себя Открыв Настеж Дверцу Кареты Я жестом Указала На матушку Ныне На ней Красовалось Мое Прежнее Платье Руки Все так же Были Связаны А на голове Значился Тот самый Холщовый Мешок Кавказская Пленница Мычала Извивалась И норовила Легнуть Наугад Но Мужик Похоже Видывал И не Такое Скинул Ношу На плечо И без Слов Пошел Обратно Потому Как Заулыбалась Толстуха Поняла Что же Свитцарам Тут принято Платить Отдельно Потянулась К поясному Кошелю Специально Выгребала Оттуда Все золото И серебро Еще перед Тем Как Приехали Демонстративно Отцепила Мешочек С туго Стянутой Горловиной Зубами Затягивала Чтобы сразу Не открыть И подала Сестре Божественного Милосердия Та рассыпалась В заверениях Что с моей Кровиночкой Ничего не случится Она обязательно Образумится И поправится Я же села В карету И бросила Кучеру На пристань Последний момент Вспомнив Рэй В дневнике Писала Что именно туда Она с подругами Сбежала Встречать Отряд Зачистки Сейчас я была В замешательстве Морем тут и не пахло Но кто же Этот мир знает Зато я обладала Иным Сакральным знанием Подлог Скоро Обнаружится И начнется Погоня Экипаж Набирал скорость А душу Царапнуло Неужели Мать может Так относиться К собственной Дочери Может все же Это ее надменность И желание Уязвить Своего рода Провокация Защитная реакция Для оправдания Себя Перед самой Собой Чтобы дочь Ответила Резкостью На ее резкость Проявила себя Неугодным И неуправляемым Ребенком Которому Одна дорога К специалистам Тогда бы Вздумая Рей взбунтоваться Она Матушка Уже Не ощущала Бы вины За то Что решила Упрятать Дочурку Богодельню Но так или иначе Теперь это уже Не мое дело Мое Гораздо Более Прозаичное И насущное Процесс Удирания Дом Скорби Как и всякое Приличное Заведение Такого Толка Находился За городской Чертой Пока мы Ехали сюда Мне было Слегка Недолюбование Пейзажем За окном А вот Сейчас Отодвинув Шторку Я могла Наблюдать Как чахлые Деревца Навевающие Мысль О болотах Сменяются Перелесками А потом И вовсе Полями И Наконец Появился Город Точнее Городок Сначала Ветхие Лачуги Окольцевавшие Более Богатый Центральный Район Подобно Ассасинам Измором Бравшими Иерусалим За домами Бедноты На холмах Виднелись Вычурные Крыши Всех Возможных Цветов Парочка Даже Блестела Не хоже Цирковных Куполов Что Расписывает Сусальным Золотом Но Больше Морем В этой Дыре Куда Меня Занесло И Не Пахло Во всех Смыслах Этого Слова Но Пирс Был И Находился Он На самой Высокой Точке К нему Только Что Причалил Дирижабль Лопасти Здоровой Махины Все Замедляли Ход Готовясь К Шквартовке Нервно Сглотнуло В свете Пережитого Я Сначала Слегка Побаивалась Высоты Но Оказаться Где мою Предшественницу Довели До самоубийства Надо было Делать Ноги А то Я их Ненароком С такими Родственничками Протяну За окном Гомон Босоного Детворы С порепанными Пятками Перемежался С криками Лужоных Глоток Глухими Ударами И женской Базарной Трескотней Вокзал Он Везде Вокзал Что Железнодорожный Что Водный Что Вот Такой Вот Воздушный Едва Вышла Из кареты Как Меня Поглотила Суета Винчиваясь Мозг Воплями Проникая В ноздри Дикими Смешением Запахов Пряностей И Нечистот Толкая Под локоть Спешащими Пассажирами Да Городок Оказался Небольшой Скорее Разросшаяся Слободка Где Многие Знают Друг Друга В лицо Но Не по Имени Насколько Я успела Понять Главный А может И единственной Его достопримечательностью Был вот этот Порт Он же И базарная Площадь И место Казни Если судить По виселице Что расположилось В одном Из углов Последняя В лучших Традициях Гранддамы Для которой Выйти свет Без ювелирных Изысков Моветон Гордо Демонстрировала В качестве Драгоценной Подвески Висельника Увы Плеб с украшениями Не впечатлился В отличие От воронья С энтузиазмом Дегустировавшего Шведский стол Кучер Спустившись Козел Чтобы помочь Как он думал Своей госпоже Уставился на меня С выражением Энтомолога Которому в сачок Попался Птеродактиль Пароли Мне следовало бы Гаркнуть Чего вылупился Или что там Должна вещать Госпожа прислуги Но груз Воспитании Да и банальная Разница в возрасте Как-никак Возница Оказался старше Меня Едва ли не втрое Придели Такому обращению Оттого я лишь Поджала губы Покрепче Вцепившись В узелок Что был у меня В руках И зашагала Мимо Застывшего Соляной статуи Кучера Все пожитки Которые удалось Выудить Из того Холщового мешка Что украсил Голову матушки Поместились В этот Небольшой куль Батистовая сорочка Расческа Парален для волос Панталоны И чулки У самой Родительницы Удалось Разжиться Звонкой монетой Которую я Пометуя о ловкости Воришек Во все времена Положила не вручную Кладь А в самое надежное Из хранилищ Личный сейф Так сказать Оставила Лишь пару медиков В узелке Идя к пирсу Больше всего Сожалела о дневнике Он был Если не окном То хотя бы Форточкой Через которую Можно изучать Этот мир А так Я даже Толком не представляла Как купить билет На этот самый Дирижабль То ли у капитана То ли здесь Есть что-то Вроде кассы Сыграть в иностранку Чтобы узнать Побольше Не получилось бы По двум причинам Во-первых Меня тут вполне Могли узнать А во-вторых Я просто не представляла Как выглядят Здешние Иноземцы Оставался Один выход Изображать Потомственную Клиническую Идиотку А что После череды Неудачных Суицидов Самое то Вот только Играя роль Глупышки Нужно мыслить Как Мата Хари Все запоминать Анализировать И мгновенно Реагировать Ибо у всякой Дурости Должны быть Разумные границы Иначе Образ становится Недостоверным Оттого Я беззастенчиво Глазела по сторонам Прислушивалась К обрывкам Разговоров Наблюдала Однако Мой желудок В отличие от Хозяйки На роль Шпика Не подписывался Все громче Заявляя О недовольстве Диктатурой Мозгов Над телом И продвигал Свою политическую Программу Суть Ее тезисов Была Проста Жрать И побольше Урчание Желудка Могло соперничать С брачной Серенадой Бурдалака Но я Крепилась Крепилась Ровно До того Момента Пока Мимо Не продефилировала Разносчица Сладком Сдобы То бишь Ровно Пять минут Моей шпионской Деятельности Тетка Опрятная И честная Пирожки Свежие И реанимированные У нее лежали На разных концах Лотка И по разной же цене Вчерашние По медьке Сегодняшние По две Попалась Словоохотливая Правда До звона В ушах Шумная Получив От меня Две медные Монетки Она На мою Полушутку Что такой Хорошей Сдобы Непременно Торговать Нужно Не только В здешнем Городе Но и В соседних Рассмеялась А что Махина То вон Рядом Я махнула Рукой Показывай На один Из дирижаблей Не знаю Как они Тут точно Называются Ляпну Что-нибудь Не то И выкручивайся Потом А механическая Монстра Это всем И понятно И суть Отображает Здесь Главная Интонация Игривая Словно Старую Байку Травишь Возить То можно Ну и Шутница Но на Добром Слове Спасибо Выдавила Из себя Торговка От смеха Хлопая По груди Пухлой Рукой У лоточницы Эйза И правда Пирожки Вкусные Все знают Но в соседней Алерте По цельному Серебру За них платить Никто не будет На мое удивление По серебрушке Дородная Тетка Пояснила Что капитана То и по 10 Злотни За провоз Содрать Могут Если До имперской Столицы На том И расстались Я Жуя пирожок И думая Местных Тарифов На провоз Она Довольная Похвалой Хороший бухгалтер Может найти Недостачу Даже в запятой И сделать так Чтобы бюджет Был лично ему должен Я, увы, Пока таких высот Не достигла Но из короткого Диалога Сделала Несколько выводов Во-первых Договариваться О проезде Надо непосредственно С капитаном Во-вторых Суммы Которые я Располагала Надолго Не хватит Поберегись Прозвучало Откуда-то сбоку Крик тут же потонул В грохоте Я успела повернуть Голову И заметить Как канат Что держал бочки Лопнул И они Одна за другой Покатились По сходням Боясь оказаться На их пути Отскочила в сторону Вовремя Одна из беглянок Чуть отбилась От товарок И поперла Ровно на то место Где я только что стояла Пока я осознавала Что по мне Едва не прошелся Аналог катка Меня в бок Резко толкнули А потом из рук Дернули узелок Опешив первое мгновение Я выпустила Свою поклажу Которые тут же Приделали ноги Две такие шустрые Голые ноги Оборванца Тут же скрывшегося В толпе Варье мелкое Подумалось Со смесью злости И удивления Наверняка решили Что у меня в узелке И остальные деньги Раз оттуда Медьки доставала Чтобы расплатиться С лоточницей А потом Истерично хихикнула Представив Лица щипачей Добыча которых Панталоны Отряхнула ладони Одернула юбку Что чуть задралась Обнажив Шнурованные сапожки Их к слову Я также позаимствовала У матушки Взамен расхлябанных Башмаков И пошла наугад К одному из четырех Пришвартованных Дирижаблей Из разговоров У причала Уяснила Что ближайшая Махина Отбывает Пополудни Судя по тому Что солнце Ощутимо Припекало Макушку Это совсем скоро Вот только Как договориться Чтобы меня взяли На борт Оглядела Матросов Как я крестила Про себя Рабочих Что сновали С палубой Обратно И приметила Троих мужчин Одетых Приличнее остальных Небудрствуя Решила подняться По трапу Но едва Ступила Меня тут же Остановил Прокуренный голос Куда надо Красавица Обернулась Рядом стоял Коренастый мужичок Мне по плечо Чубук во рту Окладистая борода Молот Притороченный К поясу И взгляд С хитрым Прищуром Как у Потомственного Маркетолога Когда только Незаметно Подойти И успел